Юля надела эти, что с Египта привезли, сейчас это с Италии привезли, такие красивые, да, скажи блестящие, у тебя 38-й, да, что писали 42-й, придумал, а что на 45-й, красиво, правда, такие блестящие, для моего роста, я считаю, что они еще нормальные размеры, ну да, если бы ты была высокая, еще с 32-м размером, Забыли дома корм, опять купили такую пачку, эти коташки, очень вкусные, шокатные называется, всем привет, ребятки, ой, у меня сегодня так все чешется, что ужасно, то, что я рассказывал, не знаю, отчего, я начитал все это самое, может, потому что дойдет и тут, Я рассказывал, что она это, то, что чешется, в Ютубе, кому, в камере, в камере рассказывал, Уже-то уж антибиотики там есть, вот это вот, ну, Кашу что-то советует, надо врача ей, советует, Ну, я четко заметил, что это когда я начал пить антибиотики, там и клавитромицин в составе, это точно был, при язве, У меня потом это появилось сразу, в течение дней трех, до сих пор, Это очень классная штука семена чия, на медальном молоке с манго, Что-что? А как его есть? Что-что? Что-что? Что-что с ложкой, скажи? Как его есть ложкой? Что-что, скажи? Семена чия? Что-что? Что-что? Да не буду я так ездить. Что-что, как хотите? Она же чушаться будет не только там. Я попробую тебе. Не-не, как же. Если мне понравится тебе. Да. Так латте правильное или латте? Латте. 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 Заренье на латте. А ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь, Латте? Нашел и споры-то, давайте, зрители-свидетели. Она тебе капли открывала для глаз и порезала палец. Так, комплимент. Встретились. А тебе ничего, Самарочек? Ах, ты весовеста. Латте передал, вот, единственное, что Томасу. Ему вчера пришла передачка с Германии. И вот он поделился. Ой, спасибо большое. Это диетическое вот такое вот питание для котиков. Спасибо огромное. Спасибо. Я это ее в машину положу? Давай, да, положи. Это в холодильнике, он и Богом сохранится, да? Давай, давай, давай. Ну, где вы были? Где вы здесь успели побывать? Да мы же уже не один раз, уже везде были, в принципе. Когда ты был? В шестнадцатом году, по-моему, да, еще? В семнадцатом, по-моему, он был даже, по-моему. Ну, и в семнадцатом, и в шестнадцатом, да. Что, как у вас дела, нормально все? Да потихоньку, я уже не могу. Вот жара сейчас убивает одесситов. Как вам вообще? Город, понятно, а жара наша? Мне нормально. Я бы не сказал бы, что сильно мне... Ну, жарко было, допустим, днем, часа полтора назад было как-то жарко. Да, у нас сейчас все люди сонные мухи. Это, как я, все ждут двадцатого августа. А что двадцатого августа? Двадцатого августа уже после спаса у нас проклада наступает, и так нормально. Я понял. В общем, вы были в центре, да? Да, везде, да. Приморский бульвар. Тоже вчера были. Вы видели там внизу Приморского бульвара, между бульваром... Там сделали еще там... Это тоже видели. И надпись убрали, там была электронная надпись. Там же была просто пропасть. Они так хорошо делают. Ко мне приезжала две недели назад подписчица Тася. Кстати, конфеты не просроченные. Да, не просроченные? А что с ними было? Не-не, это просто мой прикол. Я постоянно кому дарю, говорю, конфеты не просроченные. А-а-а, точно. Тася приезжала, мы только там гуляли, но не дошли до туда. Я понял. Ты прям как хозяйка одессы, знаешь, такая. Да-да-да, королева секонда. А что королева секонда? Ну, я люблю секонд. Я одеваюсь в секонде, я выбираю хорошие вещи там. В общем-то, это мой конек. А, ты рассказываешь об этом. Я рассказываю, да, выбираю секонды вещи. Ну, понятно. А как еще раз канал, скажи, называйте? Василия жизнь после свадьбы. Я понял. А насчет пробки, это ж я начала стримы вести с конца, ну, прошлого года. А до этого со мной подписчики, значит, общались через соцсети, не было же другого общения. Ну, я одна какая-то кошка написала, что типа, ну, что ты там рассказываешь про секонд, про туда-сюда, вот кому нужна ваша жизнь. Вот это люди с голода пухнут, а ты рассказываешь, что ты там за копейки покупаешь крутые вещи. В общем, назвала меня прошувкой. Оттуда и пошел. Господи. Теперь это моя фишка. Тебя фишка. Спасибо, да, зрители. Красивые, конечно. Такие у вас дома. Вот мне нравится. Нормально. Одесса, конечно, красивый, классный город, но жить не тяжело. Это очень важно. А чего тяжело? Дорого потому что? Дорого, да, да. Если есть у людей свое жилье, если что-то там родители помогают, да. Если вот так, ну, у нас юная квартира. Здесь приходят, очень тяжело. Слышишь, а сколько снимать квартиру стоит? Наверное, 4-5, да? Мы с Власей сейчас снимаем 10 месяцев. Переехали на Малую Арнаусскую 22. До этого там моя сестра снимала 10 лет. Ничего, что адрес твой? Ничего страшного. Я всем говорю, приходите. У меня еще нету, поэтому я не боюсь сказать. Вот. В общем, она снимала 10 лет у одного человека. И он нам, в общем-то, дал подешевле. А так вот, если снимать, начиная вот с 5-ти этажек туда-сюда, 4 тысячи и выше. И выше, да. У нас чуть-чуть дешевле. Но это старый домохоз. Но в центре дороже, наверное, да? В центре вот эти старые домохозовские дома, которые валятся. Они дешевле? У нас стены в трещинах, да, потому что мы с нами его делали. Они подешевле, наверное. Да. А мы там чуть-чуть дешевле. Ну, коммуналка туда-сюда. Но нам повезло, что там нету отопления. Там такое ТЭны электрические. Я понял. А вы в квесты вообще ходили до этого? Я очень хочу. Мы очень хотели. И Вася все перелазил в интернете. Но мы здесь не можем найти компанию. Ни разу не были в квесте, да? Мы не можем найти компанию. О! Квест страшный. Ну, для нас это хоть первый раз. У нас в Одессе все говорят, лучше нажраться, выпить водки, чем пойти в квест. Мы просто не можем найти компанию, понимаете? Мы нас предупреждаем, что будет очень страшно. Будет страшно, да. Поэтому если у вас есть какие-то фобии насчет, это очень страшно. Ну, если мы там опозоримся, ничего страшного. Не, ну там снимать нельзя внутри. Ой, а я у Васи спрашиваю, можно помоды там как будто, да? Не-не-не, там штрафовать могут за это. Если будете ведь актеров, они могут прекратить чип-то. А вот так вот? Нет, там снимать нельзя внутри там все это. В общем, мы первый раз идем, потому что тупо просто никто не хочет составить компанию. У нас в Одессе любят это дело многие. У нас вот знакомые... Что ж ты такой? Мне кажется интеллигентный город такой. А, хорошо, тут так-то явно. Мы думали вас пригласить в этот кинотеатр. Мы уже, наверное, везде побывали. Ну, там тоже неплохие фильмы. Ну, как сказать, притягивающая, положительная энергетика притягивает. Хорошая, да. Ну, Савельичка, мама, конечно, у меня конкуренция. Ты не скучаешь? Честно, так, чтоб скучаю, нет. Так, чтоб я скучал, нет. Ой, я у вас бывала... Когда спектакли, я уже знаю, я настраиваюсь на спектакли, вот какие даты у меня. А так, чтоб я скучал, там, нет, у меня такого нет. У нас этот, мускомедия точно похожа на мускомедия. Да, я была в Днепре у нас, у меня Тася, ну, Тайсон Карат, ты знаешь, он как пишет. Говорит, не хочешь поехать там поснимать театр? Я так некрасиво поступила. Говорит, что там снимать, это копия нашей мускомедии уже. Да, ой, это прям, ничего страшного, что ты прям-то... Да, господи. А ты планируешь вообще в оперный попасть? В смысле, на работу? Да нет, посмотреть. А, к вам? Аида у вас была. Ну, Аида была позавчера, ну, говорят, зрители писали, я не читал, потому что... Что-то там сказали, что сезона нет еще. Нет, у нас, допустим, у нас сезон, наверное, в конце сентября открывается. Да нет, а оперный, ты что-то сказала? А у вас раньше, я не думал, что так рано, я даже об этом и не думал, чтоб попасть на спектакли. Я думал, просто отпуск. Ты планируешь вообще пойти в оперный? Ну, там нет ничего, то, что мне надо. Вот это плохо, когда Кася приехала... Только идет единственная Орфей и Вредика, я не хочу на это. Ну, понимаешь, Самарелчик, у нас оперный театр, это такое место, что туда сам поход в оперный театр, это праздник. Ну, это я понимаю. Поэтому вот я, Васю, повирала, была единственная премьера балет «Красная шапочка» на 12 лет. То есть это просто праздник туда попасть, там так красиво. А где там цены, вот, понимаю? Ну, смотрите. Это разные, недорого можно. Там есть тысячи гривен. Там есть пятьсот. Я, мы с Васей ходим по двадцать-тридцать гривен. Да, то есть можно купить любые билеты, да. Пятый этаж, потом есть второй этаж, пять этаж, там задний. Ну, да, можно недорого, это не проблема, да. Это не так важно? То есть сидеть, чей впереди, чей сзади. Я хотела предложить, потом я думала, что привыкли как-то по роскошке сидеть. Я был в театре. Да не, я... Если у тебя есть желание... Ну, посмотрим, да. Только что нету, жалко. Только что нету, жалко. Ну, там вот сам поход в этот театр, это праздник. Ты туда попадаешь... Ну, у меня есть тоже несколько видео, если тебе будет интересно, там посмотришь. Я снимала буквально. Две недели назад, в субботу мы с Татьей были. Там после реставрации, пару лет назад была реставрация. Там вообще заходишь, и тут сказки. Всё, как у Вас ощущения? Это вообще капец. Я ощущаю. Ну, Вася, по-моему, молодец. Вася не боится. Вася вообще ничего не боится, по-моему. Мне кажется, что ты за таким мужем, как за каменной стеной. Серьёзно. Вася такой, знаешь, что на неё начал прыгать. Если бы ты Васю не остановила, то Вася бы електрошокером приделал бы. Потому что серьёзный парень. Оля пишу, Валю снимай. Гляньте, где камера и круто до потолка. Аля поехала. Ходили нам в квест. Такое разочарование полное вообще. Ужасно. Я ожидал такого, что будет такой квест классный. Ты сейчас 150 стоит квест. Мы хотели с Сорей, с Васей, с мужем. Так. Видите, это какая-то подводная лодка, что ли. Ту. 1936. Самолёт, чё? Ту. Ту-196. А, это не самолёт, а я плохо вижу. А-а-а. А-а-а. А-а-а, это не самолёт, а я плохо вижу. Ту-196. 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 Привет. Привет, привет. Знакомься, это Юля это Аля. Смотрите, ритуальное агентство. Такой вот памятник. И фотография Гурченка на памятнике. Ну да, пиарятся на смысл. Интересно, что это за цветы? Это пальма. У тебя, думаю, есть цветы, Аля, какие-то? Да, у меня мама это не славится, она репетит. Не славится. Она же душница к цветам. Мамке привет передавай с папой. Да, я вас тебе передаю вам, даю. Спасибо. А, вот эти, да, к чему это? Правда, березки вот эти ты заметила, что это были в школах раньше такие, да, сейчас? В школах раньше, да, в коридорах такие вещи. Вот это очень хороший цветок. У него цвета, у него такой цветок, такая дрянь, да. Вот этот кала, чеша. Нет, нет, это плама. Третий этаж. А у меня четвертый. А тут кто обитая? Здесь светлый ангел обитает. Кто тут? Лифт для отдыхающих на колясках. Костя, куяльник, куяльник. Сейчас, наверное, ступеньки возьми. Покотится по ступенькам. Да нет, ну я в смысле не смеяться, чтобы человек не упал. Ну, покотится еще человек нечально по ступенькам. За что? О, сколько людей сидит. Сколько отдыхающих. Мем, а дядь в магазин, чтобы купила вафли, мы пойдем раз в пол. А для тебя сколько отдыхающих. Прямо, прямо. Идите у тебя, извините. А можно с нами сфотографировать? Можно, да. Я вас так побачила. Не могу, да, не могу вспомнить имя. А это вспомнила уже четвертый сезон. И сижу, чекаю сейчас. О, все. О, с новиними. Да, у меня руки, друзья. Я вас так ждала, я буду тут ночевать. А вы что? Да, я все-все-все передачи за вами слепую. Ночевать? Да. А ну, сфотографируйте нас. Під куяльникам. Да, так я же не думала. О, сфотографируйте. Да, да, да. О, с мужем вас уже заставили. Да? Да. Сейчас мы будем еще обниматься, хай там хорим вы дома. Сейчас, сейчас выхожу. Ложишь, тоже тут пока не идешь, який у меня. Декамера. Все, включаем. С вами тоже сходим? Да, можно возле мужа тоже. Че, что? А, давайте. Я сюда, я возмусь. Давай, давай, давай. А, вдыхай, давай. Ну, давайте вводим. А вы нас вводим теперь. Возле. Давай, давай. Дочка ваша фанатка. Я понял. Она узнала, что вы здесь, мне звонит и говорит, папа, ты знаешь, мой любимый этап. Ну, привет ей передавайте. Если можно. Так. Я вас фотографию раз, но вы на камеру просто ей привет передайте. Привет. Не, 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 это Ваня, я думал, она сейчас. Давай, нет. Ой, я думал, вас нету здесь. Уже, уже... Давай, ты. Сейчас, сейчас, я... Да, ну? Ничего, ничего, вот так спокойно. Сейчас, сейчас. Сейчас. Нажмите на камеру. Ага. Ой. И переднее. Ага, сейчас сделаю. А как зовут? Вы любовь моей дочери. Ой, спасибо. Спасибо, спасибо. Она все ваши передачи смотрит. Все. А как звать? Света. Света. Так, а я просто... Отсюда выйти, ага. Вот так назад. И сейчас переедем. От вас без ума. Малисичка. Малисичка. Здоровья вам, здоровья. 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 Света, сегодня такие платья шикарные вообще. Точно, что лучшее платье у вас сказали, тут правда. Сколько людей... Я куплю красивые платья, просто мне очень трудно... По жизни была, все-таки я выше вас, мне все время тяжело... Подобрать что-то, да. Да, и обувь тоже, она еще тут купила. 42-й размер. Хорошие, кстати, эти. Да, немецкие. А такой, очень трудно, 41-й. 41-й размер, да, большой. Да, каждый год. Так, а где мы идем? Они пошли в Афли купить. И недалеко. Боже, здесь сказали, да? Ну, хорошо, подождем. Это как модель. Итальянская модель. Нет, я просто слышала итальянскую песню. И сразу же поняла, что я уже соскучилась за итальянским языком. Так, я звоню, где наша сеньора вера. Так, вот это можно было в машину кинуть. Пока можешь кинуть, потому что они только пошли и вернутся сюда. Сбор здесь будет. Ага. Иди кидай. А у нас ключей не надо. Вот и Вера пришла. Вот она с Лимана пришла. У Веры всегда куча энергии. Где берет Вера энергию, неизвестно. У Карсона, она этот, который живет на крыше. Здравствуйте. О, что вы взяли? Орехи. А я купила печенье, что вы хотите. Мы уже падаем с ногу просто. Я серьезно. Я никакую. Ты будешь? Буду. А я печенье купила. Я нашел. А вы на кассу. Мы энергетики пьем, а вы уже не кассу. Да нет, да нет. Я забрала. Село-яшчик. Нет, цели нет. Половину да. Хорошо. Сука с энергетикой. Так что, как мне вам его отдать? Я сейчас пущу в машину. Не, не надо. Не надо, она лекарствует. Давайте пусть привезти. Ну, филакофе. Месяц и выскочим. Она же мучает. Ну да, я не знаю. Кофе ничего, хоть бочку кофе. Я высажу ее и смолу. Ну да. Кофе. Окей. Что мы делать будем? Идем. Мы идем еще туда, а потом придется туда. Что спор, говорите? На что спор? Ты будешь делать? На что спор говорите? Нет. На то, что она не верит, что в Рэдбуле находится бетчика сперма. Фу, какая гадость. Рада, давай. Она не верит. Что, правда? Да, там идет добавление для того, чтобы... Давай перебивай. Написано на бутылке, да? Да, я покажу вам в составе. Я тогда сейчас все выкидываю сразу же. Осты над столом прямо страшно. Что делать? Рой ос. Рой ос. О, спасибо большое. А что делать? Как мы будем есть осы? Меня осы отомстят за то, что их выгнал с балкона. Он у меня роз... Осты, кстати, говорили осы. Потому что я в осах боюсь, а он умер. Что думаешь, что они мстительные сильно, то нет. Ну, не знаю. Осы не кусаются, это... Не кусаются пока. Не кусаются, да? Аж страшно. Что ж... У меня вот так, когда таза упала в кока-колу, в бутылку, и укусила прям за горло внутри. Боже, шутки. Все? Все. 7-8. Сидай. Как покупается, так сразу... Да уйди, иди от меня, летит за мной, и все. Да у тебя же в руках слабкая. Ой, капец. Хай летать, езжать уже. Она не залетела вовнутрь. Тая прям зараза в банку, Лиза, и все. Сама, уйди свои банки. Ну, так я не могу, что мне делать? Сама, иди сюда, вот сюда, иди сюда. Я вас боюсь. О, Боже мой. Это кошмар. Надо было баллончик здесь, но не есть. О, Господи, я не могу, меня сейчас покусают. Ой, Боже. Успокойся, не махай, она улетит от тебя. Ничего, ты ревно было бать чем-то бить. Так, вот так. Так вот этим и тебе. Ничем не было. Да не, у людей едят и куча ос. Вот это твоё? Все ли есть, а тут осы прямо летают. О, не вернула. 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 Вера раздобыла. О, не вернула. О, не вернула. Спасибо. О, не вернула. О, не вернула. О, не вернула.